и снова здравствуйте дорогие друзья здравствуйте братья и сестрам главной темой данного видео будет являться такая тема как взаимоотношения армении и россии а также армянства и российской федерации то есть той же самой россии ну что ж прежде чем мы приступим главной теме я хочу еще раз напомнить что сегодня вас на моем канале ждет еще одно видео в котором мы с вами поговорим о ситуации в самой армении а также вас ждет прямой эфир который состоится в 10 часов 30 минут то есть 11 вечера по бакинскому времени в котором мы с вами проанализируем исходя из все возможных данных кто такие армяне по неволе ответим на так называемый в кавычках видео шедевр в кавычках который вышел на канале антитопора армянского радикала с фашистскими наклонностями вторая часть данного прямого эфира которым я говорю будет посвящена ответом на некие комментарии которые были оставлены под моими видео а также на комментарии которые были написаны в различных соцсетях вашему слуге которые видимо исходили от представителей приближенных к так называемой в кавычках мадам ведьминой избе я уже неоднократно объяснял почему я не называю ее имя и фамилию не все заслуживают чтобы их называли по имени и фамилии это так слову в разговор в момент когда мы будем говорить касательно данных комментариев я отвечу на те вопросы касательно того насколько у данной в кавычках мадам развита ее так называемое предвидение предсказание и является ли то как она видит будущее вообще предсказанием или это банальная на уровне буквально первого класса аналитика вопрос крайне не интересны не так ли и приведу вам примеры как можно легко выставлять себя предсказателем это делать очень легко если ты обладаешь информацией того что происходит и немножко проанализируешь не так ли об этом мы с вами поговорим ну что ж а теперь давайте перейдемте с вами главной теме и начнем с одного крайне я бы сказал не просто важного а очень ярко обрисовывающего взаимоотношения армении и россии момента это момент связан с обещанием российских телеканалов на территории армении очень интересный факт как вы знаете армения пыталась запретить вещание российских телеканалов но перед самой войной так называемой войной хотя на самом деле это просто была операция по освобождению азербайджанских земель от оккупации армянская сторона сломалась и стала уже заговаривать о том что все таки вещание российских телеканалов запрещать нельзя окончательно нас она сломалась когда вынуждена была просить владимира путина остановить наступление вооруженных сил азербайджана ну что ж так что же армения сделала почему я обратил внимание на данную статью потому что вы помните как армения и я и власти армении унижались перед россией прося помощи все вы прекрасно помните по идее после такого унижения и то что россия несмотря на многочисленные обиды пришла на помощь армянскому народу уже не армянским радикалам армения не должна была оставить никаких условий она должна была соглашаться на все что говорит россия но знаете наглости армянской стороны она не знает границ после того как российские миротворцы спасли без малого сотню тысяч как минимум одну сотню тысяч жизней армянский и так называемый национальная комиссия по телевидению и радио страны поставила тем не менее условия многочисленные достаточно условия для вещания российских каналов браво вот меня ругают часто за то что я говорю слово браво но не сказать здесь браво я бы не смог браво наглость армянство действительно видимо не знает предела российские миротворцы должны охранять тире заступаться за армян в карабахе и при этом армения имеет право диктовать условия для вещания российских каналов что же за такие условия на первое условие россия точно уже вы согласилась хотя не знаю с чем это связано а чем я говорю сейчас вы узнаете канал ртр без ограничения будет вещаться по всей территории армении а два других канала в частности россия культура и первый канал всемирная сеть будут вещаться только на территории столицы армении в ереване интересно не так ли то есть даже не в гюмри но этого мало во всяком случае армении этого показалось мало этой уступки внеочередной уступки которые совершила россия они решили к этому списку добавить следующие условия для вещания российских каналов на территории армении проявление уважения к памятным для армении и армянского народа датам а если эти даты являются менее радостными для россии в частности если это связано с терактом 1977 года или с другими событиями в траурные дни не вещать развлекательные программы кто такая армения чтобы ставить эти условия этого мало не вмешиваться в избирательные процессы в армении интересно уважать нормы чрезвычайного и военного положения но вроде бы это еще можно понять но этого мало исключать вещание контента унижающего национальное достоинство армян то есть не говорить он над о том что гарри гинждэ нацист дроссман каная нацист это же унижает но это же правда браво переходим к следующей статье о чем же здесь говорится здесь говорится о том что видимо россия после многочисленных плювков исходящих как от армянства в целом так и от армении как государства хотя и уз крайне условного так как оно находится в общем то на российских же территориях я хочу напомнить вам исторический момент это армянская область кому эта область принадлежала конечно же россии россия как я сказал видимо уже не вы не выдерживает эти плевки в частности о предательстве маргариты симоньян заговорили в государственной думе российской федерации в частности о ее предательской натуре заговорил никто иной как сергей калашников кто же это такой как пишется в данной статье в частности первый зампред комитета государственной думы по экономической политике сергей калашников раскритиковал марго за устроенную ею провокацию он заявил думаю что смысла в этом абсолютно никакого нет что мы достигнем кроме обострения международной обстановки то есть он четко заявил кто провоцирует эту международную обстановку против россии но знаете высказывание высказывание но почему то она даже не понесла никакой ответ ответственности за антироссийскую в общем то акцию то есть высказывание отдельно от действия отдельно интересно куда же смотрят спецслужбы российской федерации видимо в кошелек к тому же самому армянству несмотря на то что была проделана действительно колоссальная реформа в правоохранительных органах российской федерации но видимо не до конца мы же продолжаем на фоне всего того о чем я вам сказал в россии состоялась со визит внеочередной визит лидера сепаратистов арутиняна до арутинян внеочередной раз находится в москве как вы считаете с чем связан визит данного так называемого в кавычках президента ответ крайне банальный его визит видимо теснейшим образом связан с тем что на днях а если быть точнее 30 января состоялась таки встреча вице-премьера в трех стран имеется ввиду вице-премьера азербайджана армении и россии эта встреча должна был была стать да в общем то и скорее всего уже стала первым шагом в отношении раскрытия транспортных коммуникаций на южном кавказе несмотря на все попытки армянских радикалов не допустить этого первый шаг уже сделан с чем я вас всех и поздравляю и как ни странно прежде всего я поздравляю сам армянский народ потому что если эти шаги будут продолжаться то армения выйдет из блокады и перестанет зависеть от своих радикальных диаспоровских организаций и заживет своей жизнью это радует мы же продолжаем переходя к следующей статье у меня скопилось очень много статей с такого крупного в общем то достаточно крупного информационного сайта как regnum и я все планирую сделать видео посвященные этим статьям но не получается потому что тема действительно статьи и на этих на этом сайте очень обширные и понадобится очень действительно большое видео по продолжительности чтобы обговорить все эти темы но в данном случае я решил все таки уделить внимание одной статье прочитав название многие из вас наверное догадались почему великая албания капкан для сербии и россии анна филимонова великая албания вас ничего не напоминает не возникает такого легкого чувства дежавю что вы где-то что-то подобное уже слышали да да дорогие друзья вы слышали когда натыкались на комментарии или на видеоролики армянских блогеров или про армянских блогеров когда они говорили о так называемой великой армении ну что ж великий курдистан великая армения великая албания но речь пойдет не об этих аспектах речь пойдет немножко другом данная мадам ужасалась сепаратистским в общем-то движением албан албан имеется в виду не кавказских албан кои были уничтожены именно армянством когда была уничтожена прежде всего албанская церковь албанский католика сад нет а о балканских албанах что же меня здесь заинтересовало то есть когда как балканские албанцы решили заговорить о присоединении к албане тех земель где данная народность является большинством это очень сильно напугало россию и сербию но почему же тогда данная мадам ничего не пишет о армянской идеи так называемого миа цума об оккупации часть азербайджанских земель тире карабаха почему их ее не ужасает то что карабах являясь частью азербайджана и даже на горн вместе с нагорной его частью где армян проживало большинство хотя большинство из них были завезены извне но тем не менее на восьмидесятые годы наконец восьмидесятых их было большинство давайте исходить из этого факта значит албанцам там где их большинство нельзя присоединяться к албании а вот армянам карабахским раз их большинство они должны были получить независимость не двойные ли стандарты если вы ужасаетесь велик к албане то данная мадам должна была ужаснуться и великой армении кстати великая армения это тоже подстава со стороны запада если говорить грубо более грубым языком не только для турции не только для ирана но и для россии потому что если вы откроете карты так называемой великой армении в понятии армян к великой армении должна принадлежать часть юга россии в частности город армамир но данная мадам почему-то в этой обширнейшей статье ничего не написала об этом аспекте о схожести определенной схожести в этих двух событиях ничего интересно не так ли ну давайте пойдемте еще чуть дальше раз мы вышли за пределы постсоветского пространства многих из вас сейчас наверное несмотря на это удивит та статья которая находится перед вашими глазами вы сейчас спросите при чем здесь российско-армянские отношения и при чем здесь польша я вам отвечу и ответ будет крайне простой за последнее время за последнее время очень часто так называемые польские эксперты в кавычках польские журналисты стали частенько заступаться за армению польские и и и и и и и Finn и и Посмотрите на Украину, на Беларусь. Везде вы будете встречать именно эту польскую составляющую. Если я не прав, пожалуйста, попробуйте оспорить. Тем более вы вдумайтесь, почему эта статья меня больше всего заинтересовала. Потому что данный так называемый польский юрист решил в свое время, точнее сказать, с первых дней военного конфликта, он настаивал на привлечении Баку к ответственности в Гааге. То есть он не предъявлял никаких претензий Армении о бомбежке Гяндже, о бомбежке других территорий Азербайджана, об оккупации на протяжении 30 лет, которую осуществляла Армения. Нет, он стал заступаться, когда Азербайджан начал проводить, в общем-то, операцию деоккупации своих земель, которые признает Европа, как азербайджанские земли. Интересно. Ну а мы с вами переходим к последней статье. Сейчас многие из вас удивятся еще больше. Прочитав название, ЕС призвал Азербайджан немедленно освободить оставшихся армянских пленных. Почему же, говоря о российско-армянских отношениях, я вдруг вспомнил ЕС? Ответ крайне простой. Опять-таки тот же самый сегмент, что и в отношении Польши. Европа, словно бы не видя те нарушения, которые совершала Армения, на протяжении 30 лет, да и на протяжении последних дней, продолжает предъявлять претензии Азербайджану. При этом не видя даже собственных преступлений, в частности во Франции, когда людей разгоняли водометами. И многие пострадали. Это не нарушение прав человека. Я уж не говорю про то, сколько раз нарушались права ребенка, отбирая у здоровых семей и передавая, уж простите меня, семьям из так называемых представителей ЛГБТ. Разрушая детскую психику прежде всего. И детскую самооценку. Это тоже права человека, которые надо защищать. Права семьи. Исконной семьи. Которую в Европе с удовольствием нарушают. Интересно. И знаете, почему меня это еще заинтересовало? Потому что все это начало все чаще и чаще озвучиваться, после того, как, видимо, Европа почувствовала силу сближения России и Турции. А сейчас еще к тому же и Ирана. При этом, что немаловажно, Израиль об этом молчит. То есть, и продолжает сотрудничать с Турцией. То есть, это может действительно перезагрузить Ближний Восток. Решить Запад своими провокациями, периодически его взрывать. Три крупнейших игрока. Турция, Иран и Израиль полностью могут закрыть любую проблему на Ближнем Востоке. Любую. Просто решить ее между собой. Я уж не говорю еще про вмешательство России. Через Россию, Турцию, Украину, ту же самую. Англию, Германию. Можно решить любую проблему в Европе. Согласитесь, что я, в общем-то, ни в чем не ошибаюсь. А этот союз, неофициальный пока союз, уже, в общем-то, сформирован. Ведь товары спокойно через Турцию сейчас смогут проходить в Иран. Европейские товары. И это выгодно, в частности, Ирану. И наоборот, иранские товары могут больше проникать на территорию Европы. То есть, это выгодно и Европе. Более дешевые товары, сделанные в Иране. Почему нет? Тем более, в Германии проживает немало представителей Ирана. Они будут в этом заинтересованы. Если я не прав, поправьте меня. Ну что ж, на этом все. Сегодня, как я сказал, будет еще одно видео касательно ситуации в самой Армении, а также прямой эфир. Пожалуйста, не пропустите. Всегда ваш Сейдов Камран. До свидания. До свидания.